Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляем вас с наступившим 2022 годом Тигра! Его полосатый хозяин уже совсем близко. 1 февраля возьмет бразды правления над землей в свои мягкие лапы. И пусть он никого не пугает голодными взглядами, а только умиляет довольным урчанием. Аромат мандаринов снова взбудораживает острый нюх. В тишине год крадется тигровый, невесомо ступая, как пух выгнув спину. Сверкает грозно острый саблей металл клыков. Покошачий так грациозно с вами лаской делиться готов. Кто рискнет протянуть к нему руку и погладить по рыжей спине? «Подойди к полосатому другу». Он ответит добром вдвойне, обведет золотыми глазами и посыплется звонкий металл. Только в оба глядите сами, как бы тигр людоедом не стал. А пока это просто котенок, что свернулся клубочком один под мохнатыми лапами. Елок, рыжий боки, как мандарин. Рыжий комочек – ароматный символ Нового года. Как он похож на представителя семейства кошачьих, когда тут мирно спит, правда? Нам есть чем порадовать вас в преддверии встречи с хозяином года. Представляем новинку отдела семейного чтения, книгу для всей семьи «Елка, кот и Новый год». Книга необычная, начиная с формата и размера, 26 на 29 сантиметров, заканчивая художественным оформлением и необыкновенно добрым полусказочным сюжетом рассказа. Авторы книги – Мартынова и Василиаде. Художник – Мария Павлова. Впервые книга появилась в 2015 году и скоро стала классикой современной литературы. Она уникальна ещё и тем, что первую скрипку в ней играют не писатели, авторы рассказа, а молодая художница из Санкт-Петербурга. Картины из альбома художницы предстают на фоне старинного Петербурга начала 20 века. Мы видим сочные репродукции масляных полотен, каждую шерстинку на кошачьей спине и грудь теней в новогодней ёлке и блики света на ёлочных шарах. Читатели в соцсетях справедливо отмечают, как точно переданы повадки животных, их грациозная мягкость, гибкость и любопытство. Эти картины во всю страницу живут как бы параллельно с рассказом, словно стоп-кадр к видеофильму о котах. Ощущения 3D-объёма создают мелованная бумага страниц и частичная лакировка обложки. Тираж 5000 экземпляров отпечатано в латвийской типографии. Однажды, в канун Нового года, появился рыжий котёнок. Его назвали... Конечно же, Мандарин! Прошли годы, и теперь это пушистый, красивый, вальяжный кот. Он доволен жизнью, готовится к очередному Новому году и охраняет жилище от непрошенных гостей, особенно от чужих назойливых кошек. Тем временем, в подвале того же дома плачет маленький полосатый котёнок. Он совсем один и не знает, что такое Новый год, ёлка и кто такой хозяин. Книга подходит для чтения с трёхлетнего возраста. Это воспитание бережного отношения к животным и эстетика восприятия домашних питомцев. Всем, кто любит кошек и новогодние чудеса, рекомендуем к прочтению. Шажок, ещё один. Котёнок боязливо выбрался из подвала на мостовую и начал перебирать лапками. Брррр, как холодно и сыро! Покружившись на месте и оглянувшись на дверь подъезда, котёнок решился и смело побежал вперёд. Может, он найдёт что-то более приятное, чем это белые и мокрые, лежащие на земле. Нет, не уйдёшь! Я тебя поймаю! Маленький серый клубочек, не обращая ни на что внимания, пытался схватить шуршащий фантик. Красный блестящий лоскут словно смеялся над малышом. То замирал, то быстро бежал вперёд, подскакивая на ходу. Вот тебе! Обиженно сказал котёнок и ударил по фантику лапкой. Тот закружился на месте, подпрыгнул и вдруг нырнул в открытую дверь подъезда. За ним! решил котёнок и бросился вдогонку. Гав-гав! Страшный звук, отражаясь от стен подъезда, прокатился по лестничной клетке. Котёнок в ужасе застыл на мгновение и... Мя-а-а! Вихрем влетел в неуспевшую закрыться дверь, за которой только что скрылся желанный когда-то фантик. Котёнок вихрем пронёсся по прихожей, оказался в комнате, прыгнул на стул, вскочил на стол. Куда бежать? Где спрятаться? И тут... Фыу-яу-яу-яу! завопил рыжий кот, в изумлении уставившись на непрошеного гостя. И яу-яу-яу-яу! Котёнок выгнал тощую спинку, заметался и нырнул в напомнившую ему родной подвал темноту под кроватью. Удивлённый мандарин спрыгнул со стола и приблизился к кровати. Но только он попытался заглянуть под неё, раздался приглушенный писк, и рыжий кот обеспокоенно отпрыгнул. Ну хорошо, подождём! Решил он и взобрался на книжный шкаф, чтобы кровать оказалась в пределах видимости. Под ней что-то шуршало, шелестело, шуршало, шелестело, шуршало, и глаза мандарина закрылись сразу же, как только под кроватью всё успокоилось. Мандарин потянулся, открыл глаза и поспешил спрыгнуть со шкафа. В комнате пахло ёлкой, которую хозяин начал наряжать. «Посмотрим, посмотрим!» промурлыкал мандарин и с головой нырнул в коробку с игрушками. Разумеется, хозяин специально оставил её на полу, чтобы его любимец мог немного развлечься. «Ленточки, колокольчики, шары... Терпеть не могу, они похожи на мандарины. А ты что тут делаешь?» Серый котёнок, прижавшись спинкой к картонной коробке с игрушками, испуганно смотрела мандарина, боясь даже мяукнуть. «Ну хорошо, будем считать, что ты зашёл в гости». Смягчился мандарин не в силах прогнать малыша. «Есть хочешь?» Котёнок едва заметно кивнул, и рыжий кот с гордостью начал показывать ему свои владения, постепенно приближаясь к заветному блюдечку с молоком. После сытного обеда мандарин понял, что пришло время познакомить котёнка с хозяином. «Что ж, один кот хорошо, а два лучше», вздохнув, сказал хозяин, когда рыжий любимец запрыгнул к нему на колени, пригласив котёнка устроиться на плечи человека. Что же случилось дальше и какое необычное имя дали котёнку, вы узнаете, если прочтёте сказку до конца. А теперь рыжий вкусный сюрприз к году тигра. Мастер-класс «Тигрёнок-мандарин». Сейчас из этих трёх мандаринов мы сделаем символ года «Рыжего тигрёнка». Также нам понадобятся зубочистки и, не пугайтесь, нож для вырезания, так как наша поделка будет с элементами карвинга. Два мандарина, побольше и поменьше, будут туловищем и головой. нашего малыша. А из третьего мандарина вырежем хвостик и ушки. Ну, а жалой хватит. Длинно хвостый будет тигра. Оставим. А из такого кусочка получится неплохое ушко. Ушко готово. Теперь, чтобы нам его повторить, прикладываем первое ухо как трафарет и аккуратно ножом повторяем контур. Теперь у нас уже два уха и они похожи. Хвостику тоже можно придать более изящную форму. Ах, какой изгиб! Теперь работаем с головой тигрёнка. карвинг начинается. Карвинг начинается. Вырезаем глаза. Для удобства можно нарисовать ему мордочку карандашом и потом вырезать уже по готовому контуру. Теперь попробуем аккуратно удалить в этих местах шкурку. Как право? Угу. Распорт. Вот там Распорт. Муру. Распорт. Муру. 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 А теперь сделаем надрезы на местах наших будущих ушек. Немного косой и вставляем ушки. Ставили. Готова голова. Теперь нам надо прикрепить голову к туловищу. Берем зубочистки. Поскольку мандарины у нас небольшие, можно зубочистки сломать пополам. Так и за одной получится две. Теперь берем голову тигруни и аккуратно насаживаем на наш чистокол зубочисток. Такой хэллоуинский немножко тигр получается. Ну и чтобы придать окончательное сходство, добавляем полосок. Субтитры делал DimaTorzok Вытрем лишний сок. Не хватает только одной детали. Роскошного длинного хвоста. Сейчас провод. Ставим. Повернись к нам спиной тигренок. Сделаем надрез. И ставим наш хвостик. Туда, откуда он должен расти. Вот получился настоящий представитель семейства кошачьих. Не бойтесь. Я добрый. Встречайте меня. Я иду. Ух! Ух! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»